Ну что, ребят, я в Вене, в Австрии, первый раз я в этой стране, хотела начать этот влог немножко по-другому, потому что, ну, я ждала эту поездку, у меня день рождения, я сюда приехала вместе с самым любимым своим брендом обуви, это вообще отдельный крыша с нос, я об этом еще расскажу, с брендом Хёгель, и дело в том, что я летела из Ростова, и что вы думаете, я опоздала на свой второй рейс, который был в Москве, а все из-за того, что в Шереметьево была техническая неисправность вот этого подземной электрички, которая курсирует между терминалами, и я просто в ней простояла 40 минут в закрытой душной электричке, подбегая на гейт, думала, что я выкошлю свои легкие, потому что я настолько быстро бежала с чемоданами, никогда в жизни так быстро не бегала, мне показалось, что меня даже накрыла астма, которой у меня уже очень много лет не было, прибежала и поняла, что я просто не успела. Что вы думаете, меня это настолько вывело из себя, что я рыдала как белуга, я не знаю, меня просто так накрыло, было так обидно, что твой день рождения, и ты пропускаешь рейс, я знаю, что ничего катастрофического не произошло, потому что реально билеты просто поменяли, и я летела не в 9 утра, а в 12, ну то есть, если бы не было рейсов, была бы проблема. А так, ну я пропустила всего лишь одно мероприятие из всего списка, но было очень обидно, так что в свой день рождения я первый раз в жизни опоздала на самолет, вот говорят, не зарекайся, я всем хвалила, что ой, как удобно пересаживаться в Москве, как классно, через Стамбул не хочу летать, вот в Москве все супер, реально не зарекайтесь. И сейчас я еду уже прям вот в самолет, и, понятное дело, я переоделась, потому что в самолете я не на фэшене, в самолете я обычно в джинсах и в толстовочке, но решила, что у меня просто нет вариантов, я накрасилась, я собралась, и все, в работу, активную социальную жизнь, неважно то, что было утром, сейчас нужно изучать Вену и получать удовольствие от впечатлений, которые она мне принесет. К такому контенту меня жизнь не готовила, я приехала чуть раньше, чем остальная моя группа, они сейчас в бутике Хергель, куда я, собственно, и не успела, моя обувь, надеюсь, ко мне приедет, очень жалко, кстати, что я не попала в их флагмановский бутик, но в любом случае я сейчас нахожусь в просто здании, в котором я никогда не думала, что окажусь, это фэшн-скул, и у нас сейчас будет знакомство с самой школой, то есть эта школа не в таком понимании, как, знаете, там, алгебра-геометрия, нет, это как практически академия, я так понимаю, что здесь обучают моде, всему, что с этим связано, и само здание невероятно красивое. Я вам сейчас тут, похоже, поснимаю, пока жду остальных, но я просто заворжена. Вена очень красивый город, даже потому, что я видела вот эти пригороды, вот эти небольшие домики, зеленые лужайки, птички. Я в шоке. На улице сейчас начинается дождь, но при этом мне на голову ничего не давит, так что метеозависимые приветики, давайте я вам покажу, как выглядит это здание. Ну что, у нас закончилась часть, где мы, блогеры, общались со студентами школы, посмотрите, кого я встретила. Расскажи, кто ты? Я учусь на дизайнера, мне очень нравится иллюстрировать и рисовать. Человек русскоговорящий, представляете, я не ожидала встретиться, потому что мы все тут на английском, на немецком, да, в основном. И так приятно встретить человека, говорящего на русском, прям, себе не представляете, я думаю, тебе тоже, да? Я не ожидала, правда, не ожидала, я так была удивлена, я очень развернула. Когда ты сказала, что ты Россия, и ты со мной на английском начала говорить, я такая, Россия, Россия. Нет, можно с тебя обнять. Тут делается обувь. Ребята не только ее конструируют, но еще и сами потом делают. Колодки, разные размеры. Вот здесь тоже делается обувь. Ну, вы же понимаете, что без традиционного рум-тура я вас не оставлю. У нас очень красивый отель, он находится в самом центре. Вот так вот выглядит комната, вход, мое барахлишечко. Здесь почему-то раковина. Непонятно. Вот тут туалет, а вот здесь душевая. Ну, очень необычно, и такое почему-то я часто встречаю в Европе, когда вот именно вот так. Туалет отдельно, душа отдельно, и почему-то все это активно соединено со спальней. Ну, может быть, кому-то удобно, но отрицать, что это очень красиво, было бы, конечно, глупо. Ну, и так как мы в Австрии, то и стиль номера соответствующий. И вот такой вот у меня вид. Ну что, мы уже переоделись, немножко отдохнули. Ну, как переоделись, кроссовки и штаны я оставила. Я переодела только водолазочку и взяла сумочку поцивильнее, убрала свои баулы. Мы идем сейчас на ужин, так что я впервые буду пробовать австрийскую кухню. В такой вот ресторанчик мы пойдем. На улице очень много людей, прям ажиотаж. Но я надеюсь, что мы сядем, если честно, в помещении, потому что свежо, свежо. Хотела поснимать вам доброе ушко. Так, размеренно, расслаблено, но у меня не получилось. Хотела рассказать вам потрясающую историю, как мы проснулись утром, собрались на завтрак, все было хорошо. Нет, дело в том, что произошла небольшая лингвистическая ошибка. Мы договаривались встретиться, как мы думали, с русскоговорящей девочкой, которая тоже из России приехала. Потому что все остальные говорят по-немецки, ну и, соответственно, по-английски. И мы думали, что нужно встретиться в 9.50. Оказывается, что нужно было встретиться в 9.15. То есть такая небольшая особенность, которая выбила нас из Кали. Поэтому я сегодня в очочках успела только накрасить, получается, нормально. Ну, нормально это не назовешь, нормально в машине, в притряске. Успела что-то там на себя намазать, но в целом буду в очках. Сегодня мы пришли на экскурсию во дворец, потому что Вена – это, в принципе, город огромного количества дворцов, красивейшей архитектуры. И пойдем смотреть, что же там внутри этого дворца. Ну что, мы вышли с экскурсии. Очень, кстати, неплохие аудиогиды. Потрясающей красоты дворец внутри. Но, к сожалению, нельзя было снимать внутри. Сразу к себе подбегали, что нельзя не снимать ни фото, ни видео. Ну, поэтому я ничего не снимала. Некоторые блогеры, они взяли с собой обувь, одежду, луки для того, чтобы переодеваться. И они не пошли с нами на экскурсию, когда узнали, что там нельзя фотографироваться. И для меня это было немножко странно, потому что бренд организовал нам такую возможность. Хёгель дали нам возможность посмотреть дворец императорской семьи. Никогда, наверное, в блогерской жизни не пойму, что значит, ты куда-то не можешь пойти, потому что там нельзя снимать. А, ну, значит, не идем. Я получила удовольствие. Мне очень понравился хороший аудиогид, прекрасные интерьеры. И через час мы пойдем в кафе, где мы предварительно заказали блюда. Будем есть аутентичную австрийскую кухню. Не хочу портить с собой этот потрясающий вид позади меня, но в то же время хочу запечатлиться на его фоне. Просто потрясающе. Архитектурная красотенюшка, а сзади меня красотенюшка парковая. Я не буду сравнивать это с Питером. Вы знаете, что к архитектуре Питера особая любовь, но отрицать то, что это очень красиво, было бы глупо. Сейчас пойду поближе, подойду к фонтану. Мы думали, что дорога до кафе окажется чуть легче. Стася как бы в такой вот обуви по этому прекрасному покрытию идет. Я человек предусмотрительный в кроссовочках. Вон туда, за те холмики нам фигачить до нашего кафе. Да, как бы в такой обуви проблема. Вот так вот, огонь, ребят, кроссовочки на экскурсии всегда брать нужно. Сюда мы как раз таки поднимались. По атмосфере, конечно, внутри выглядит так, как будто бы это столовая. Пахнет как столовая. Конечно, место, в котором это кафе располагается, это отвал башки, как говорят люди молодого поколения. Потому что это как раз таки то здание, которое мы и видели на самом-самом верху. Это оказалось кафе, в которое нам и нужно попасть. Еду мы заказали заранее. Что я еще могла заказать, как не гуляш? Решила аутентичной австрийской кухни попробовать. Ребята, которые живут в Вене, сказали, что хороший выбор. Поэтому проверим. Мне тут принесли еще одно блюдо. Типичное венское, как мне сказали. Супер хелси. Ну, понятное дело, что нет. В общем, это очень вкусно и очень-очень сладко. Я не запомнила название, но в любом случае аутентичную кухню надо попробовать. У меня сегодня гуляшик и вот такой вот десерт. Вот так вот, собственно, выглядит вход в это кафе. Люди на улице сидят, получают удовольствие от еды под солнышком. Конечно, место для того, чтобы пообедать, мне кажется, просто идеальное. Еще я поняла, что мой канал постепенно немножко превращается в какой-то влоговый. Очень много лайфстайла. Ну, вот так вот получается. У меня очень много поездок. Я не знаю, интересно вам это или нет. Как-то влоги вы всегда чуть хуже смотрите. В общем, если вам интересно смотреть мои влоги из путешествий, из каких-то просто пресс-туров, то напишите об этом обязательно в комментариях. Я очень ценю вашу обратную реакцию. И мне это реально важно, потому что я не понимаю, есть ли смысл в том, что я делаю. Мне хочется просто делиться эмоциями, впечатлениями. Если вам это интересно, мне было бы приятно получить на это ответ. А вот так вот подстригается газон. Я сначала сдалека подумала, что это просто машинки тут катаются какие-то. Она просто катается и подстригает. Да, сейчас у нас будет обзорная экскурсия по городу на вот таком вот красавчике. Посмотрите на этот нереальный просто автобус. Он привлекает к себе внимание, все подходят с ним фотографироваться. И именно на нем мы сейчас отправимся смотреть город. А вот так вот он и выглядит внутри. Настоящая ретро-атмосфера у нас тут. А вот так вот, собственно, и выглядит наш кондиционер. Открытая форточка, потому что автобус сделан в 60-е. Кондиционеров? Нет. Немножко все-таки следит нам парапотец. Мы пришли перед оперой в очередной раз поесть. Посмотрите, какую прелесть нам тут принесли для всех мини-бургеры. И это еще вкусняшечки, брускетты. Не, ну все, ребят, наконец-то. Жизнь устаканилась. Мне не придется тянуться через весь стол для того, чтобы насладиться. Не дой. Простите, что мой блог превращается в футблок, но у меня так всегда в поездках. Что, мы готовы к опере. Сейчас ее посетим. Быть в Вене и не посетить оперу было бы преступлением. Хотела основательно подготовиться к опере, выбрала для себя черное платье, футляр, чтобы оно подходило, соответственно, под формат мероприятия. Что вы думаете, я настолько сильно отекла, у меня никогда такого не было. То есть из-за того, что мы пьем мало воды, у нас здесь нет времени попить воду, но у нас как-то ее вообще под рукой нет. Я первый раз в жизни поняла, что такое значит отекать. Это когда ты пытаешься надеть платье, и ты в него не можешь влезть, и пришлось надеть платье посвободнее, с вот такими вот туфельками. Я, конечно, познала прелести вот такого вот явления, потому что никогда в своей жизни я с этим не сталкивалась. Из-за того, что вчера мы перепутали 50 и 15, не успела вам снять место, в котором у нас проходят завтраки. Вот с такой вот красотой мы вчера сидели на улице. Сегодня, конечно, погода более туманная. Ждем, пока нам принесут основные блюда завтрака. Но, в общем, очень-очень такой антуражик привлекательный. Еды как бы не очень много, но при этом все, конечно, очень красивое. Чувствуешь себя здесь уютно, особенно когда за окном туман. Хотя вон люди идут. Не, ну здесь довольно прохладно, вряд ли они здесь будут сидеть. Вот, посмотрите. Утренняя свежесть. Настоящая в 7 утра. Тихо, туманно. И вот в таком вот стиле выполнена веранда, где можно в хорошую погоду позавтракать. Хотя реально, сегодня ты можешь позавтракать, но если ты будешь сидеть, конечно, только в пальто, в куртке, вряд ли какое-то удовольствие получишь. Лучше, как мы, с видом на Вену. И погулять, потому что у нас есть время перед выселением. Мы поедем еще во дворец Hoff. Hoff. В общем, простите мой немецкий, его не этот слово совсем. Поедем на экскурсию в этот дворец. Пообедаем и уже будем выдвигаться в аэропорт. И наш такой вот трехдневный трип в Вену завершился. Но однозначно, я думаю, что нужно вернуться сюда еще. Посмотреть ее основательнее, подробнее. Потому что мы вчера проезжали много чего красивого на обзорной экскурсии. И мне вот так было обидно, что не было времени много походить пешком. Я вообще большой фанат ходить пешком по красивым городам, вроде Питера, соответственно, Вены, Барселоны. Пешком ты лучше понимаешь, чем когда ты просто это смотришь из окна машины или автобуса. Еще один важный артефакт, который мы не исследовали, это штрудель. Как вы думаете, нужно человеку, который позавтракал, есть штрудель? Я думаю, однозначно. Но, наверное, после того, как мы внимательно рассмотрим эту... Ой, боже, красоту. Просто 10 минут от нашего отеля и Венская государственная опера. Кстати, миссию невыполнима, помните, да? Том Круз. Еще одни реалии Европы. Это толпы китайских туристов. Их много везде. В любой столице Европы. Ну, не могу не запечатлеть себя на фоне этой красоты. Простите, что порчу кадр. Но в любом случае я тут поняла, пока мы гуляли по Вене, пока мы здесь побыли несколько дней, что это город, который меня удивил. Я не думала, что Вена настолько красивая. Ну, то есть, я допускала, что это красивый город, красивые в плане зданий, культуры. Но то, что это город, который может соперничать с Парижем, Питером, это правда. То есть, я очень люблю Питер, мне нравится Париж. Но Вена – это однозначно город открытия. Если вы фанат потрясающей архитектуры, вам обязательно нужно сюда приехать. Мы попали в локацию, в которую не ждали попасть. Мы думали, это оранжерея. А здесь, по-моему, продажа цветов, культур для выращивания. Вход свободный, смотрится очень ярко, во всяком случае. Такая вот поверхность у нас под ногами. Можно купить, что-то попробовать. Там масло, булочки даже какие-то. Но вот этот, конечно, уголок меня максимально привлек. Уберу каждого свой, да, как говорится. Мы приехали во дворец, и, в общем, мы думали, что здесь будет обычное кафе. Но нет, здесь шведский стол. Ну, вот такой вот фудблок у меня получается. Я набрала все, что я люблю. Гриль, даже немножко овощей зачесалось тут. Ну и, конечно, картошечку фри. Давно ее не ела. Контактный зоопарк. И главное быть аккуратным под ногами. Ты видишь, да, ситуацию? Посмотри, можно козочку потрогать, погладить. Но здесь, кстати, они не вызывают такого желания спасти их, как в наших зоопарках. Я не хожу в России никогда в такие контактные зоопарки. А здесь, по-моему, все очень даже для них хорошо организовано. Так, да. Тут прям на полу надо по полу ходить, как сапер. Максимально. Привет, малыш! Привет, красивый ягненочек! Господи, как же тебя тут, наверное, достали туристы. Ты, наверное, хочешь от них спрятаться, да? Ну, ты очень милый малыш. А по запаху? Мы нашли, кстати, это место по запаху. Потому что кто живет в деревне, либо был у бабушки в деревне прекрасно, знает этот запах. Я нашла себе еще одного друга. Он прям смотрит на меня и гипнотизирует. Вы просто посмотрите. Какой или какая красавица. Вот так, в самую душу. Не могу оторвать взгляд просто. Как же мне нравится барашка. Так, там началась разборка питерская. Идет подмога. Разводящий местный. Решил посмотреть, что там за суета. Реально они начали бодаться. И тут козлик решил подскочить на эту тусовку. На заднем дворе. Стенка на стенку, школа на школу, да? Тут просто противостояние видов. Барашки устроили разборку вместе с козликами. Знаете, как-то не весело находиться рядом тут в эпицентре. Хочется прям отскочить, чтобы тебе тоже не прилетело от этих парней. Они-то с виду не большие, но крепкие. Так, ребят, не надо. Я тут просто мимо проходила. Пожалуйста. Ничего такого, ничего личного. Привет, дорогой. Межвидовая борьба в действии. А вот этот вот посаженный парень. Он очень спокоен. Можно его погладить? Привет, дорогой. Можно я тебя поглажу? Ты такой спокойный. Тебе чужды эти разборки, да? Этих тестостерольщиков. Скажи правильно. Ты живешь в Австрии. Лови, релакс. У тебя все хорошо. А еще вы когда-нибудь видели такие рога? Никогда не видела, чтобы были вот такие вот рожки у этого парнишки. Он как-то не бодается с остальными. Ну да, вот такая вот каруселька. Очень печально почему-то смотрится. На камере этого не видно, но она прям безумно компактная. И детям как-то на ней не очень весело, если честно. Ну хоть что-то, знаете. Нам, конечно, очень нравится дворец. Но нам больше нравится эта тепленькая батарея, в которой мы можем погреть свои руки. Она не горячая, она именно тепленькая. Но пока мы ждем всю остальную нашу группу, мы решили просто, почему бы не погреть свои руки. Знаете, голуби на... На чем голуби на трубах сидят? Я не знаю. Вот так мы и голуби. На проводах. На проводах. Так мы греемся тоже. От теплой батареи. Погода сегодня все-таки холодненькая. Прохладненькая, да. Уже все.